Добрый день Дорогие друзья, все любители ездить экономично и экономно Наш Chevrolet Avia 2012 года Т300 Перешел рубеж отметки в 200 тысяч километров 200 тысяч 194 километра Сегодня мы вам расскажем о знаменательном событии, которое произошло на днях на этой неделе Кто следит за нашими выпусками уже знают Какие происходили события с автомобилем С отдельными его узлами Что повелось в замене Что было модернизировано А сегодня мы вам расскажем о колесных дисках Вот это родные штампованные диски производства Jam Korea Появилась необходимость и желание приобрести дополнительные диски Они достаточно сильно изношены, неоднократно были деформированы Ну, исправно служат Еще и прослужат определенное время Столкнулись с такой проблемой, что купить родные штампованные диски Даже в Москве Даже на такую машину, достаточно распространенную, как Chevrolet Avia Оказалось, непростую задачу После уже самостоятельного изучения всех предложений в интернете Обзвоны и объезда дилеров Хорошо себя зарекомендовавшим Ничто не приносило результата Предлагается литье Да-да-да, литье Вот мы вам предлагаем За 2200 вы можете купить литье Чуть-чуть дороже штампованных Вы же смотрите, это же такая красота Ну, здесь как из русской сказки А вот если литье Вот оно и даром не нать, и с деньгами не нать Тогда как? Нужна классическая штамповка Остальные штампованные диски Либо родные, либо приближенные к ним Максимально близко Удалось достать диски компании KFZ Это немецкий бренд Завод Alcon Расположен в Швейцарии Выпускает штампованные диски Для всех буквально известных производителей Некоторые производители автомобиля Ставят их прямо на конвейер Вот эти диски уже стоят на машине Старенькие колеса летние донашиваются В этом году они уже демонтированы Окончательно Больше использоваться не будут А диски новые KFZ Вот эти диски удалось купить По цене 1182 рубля за диск За доставкой Все обошлось в 4106 рублей Вот чип На покупку Наш диск KFZ Две штучки Доставочка Скидка 100 рублей Итого То есть Подвес небольшим Тысячи за диск Этот диск Практически не уступает родному К джемовскому И тут Буквально два дня назад Удалось купить Родные диски Chevrolet Avia По Рассказам продавца А эта компания Бывшая Я в комментариях написал В ответах на вопрос Что бывшие авто 49 А теперь они называются BIPI Вот Эти диски Когда они поступили К продавцам Они Предлагались продажи 4000 за диск Сравниваем их с KFZ Внешне Отличить их нельзя Тот же 15 размер Тот же вылет Ис 9 Тот же набор отверстий Но Если мы С вами Более детально сравним Сравним Вот Кромочка Которая заканчивается Диск Вот на KFZ Она острая Острая кромка На джемовском Родном диске Она скругленная Она скругленная Вы Об нее Никогда не порежетесь Далее Смотрим отверстия Облегчающие отверстия Вот здесь они просто Прорублены Аккуратно себе Прорублены Под 90 градусов На родном джемовском диске Они Эти отверстия Скруглены Дополнительно Скруглены Место под вентиль Имеет Отдельную Проточку То есть это Отдельная Фрезерная операция Отдельная проточка Под вентиль И снаружи и изнутри Диск То же самое Отдельная проточка Посмотрим изнутри Вот Диск состоит из двух частей Торцевая часть Которая крепится На машину На шпильке И обечайка Торцевая часть и обечайка Свариваются Вот здесь мы видим Облегчение Облегчение Торцевой части В итоге На КФЗ их нет Весит 8,2 кг Но Родной Диск АДЖМ Весит 7,7 кг На полкило легче При более высоком Технологическом качестве Изготовления Многие другие Узлы Агрегаты Автомобиля Подобраны И изготовлены С аналогичным Как к дискам Подходом В комментариях Нередко люди задают Вопрос О коробке передач Я отвечаю на вопросы Уже говорил о том Что коробка передач Которая автоматическая Стоит на этом автомобиле Она Исключительно удачная Она уникальна В чем ее уникальность Спрашивает Товарищи Уже Ни для кого не является секретом Из тех Кто интересуется Машиной Модель Что И именно на Т-300 АКПП Гораздо Удачнее Ресурснее Надежнее Механической коробки И это признают Даже Сами владельцы Автомобилей С механической коробкой Что да Да Меж Регламный ресурс Надежность У автомата К сожалению Для них Для владельцев Механических Хоробок К сожалению Для них Выше именно на Автомате Создание Автоматической Коробки передач Процесс Весьма сложный И растянутый По времени В условиях Жесткой конкуренции В которых работают Современные Производители Автомобилей И комплектующих Времени собственно Нет Введения Времени На введение На рынок Практически Нет Поэтому Например Конструкторское бюро КБ Которые Разрабатывают Такие сложные Узлы Агрегаты Как коробки Они являются Едиными Для нескольких Производителей Коробки передач Для Дженера Мутерса Разрабатывает Единое КБ С Фордом То есть Объединенная Как у нас Есть объединенная Корпорация Вертолета России Которая включает В себя И Милевскую Компанию Заводы Миля Одновитовой схемы И вертолеты Камова Соостной схемы Также В случае С коробками Передач Вот Уникальное Видимо Конструкцию Подразделения Которое Создает Коробки Оно Работает На две Компании Так вот Задачей По Для Американских По проектированию Этой коробки Было Сделать Новую Коробку На двигатель Объемом 1.6 То есть Самый легкий двигатель Наименьшего Крутящего момента Наименьшей Мощности Максимально Унифицировав ее С теми Коробками Вопрос Унификации Это как раз Вопрос времени И в итоге Дешевизны И в конечном счете Успеха Новой модели Понятно что Основные части Те которые Можно было использовать Они пошли С других коробок Если Это коробка Кто не знает 6 FT 30 Называется Вот А в модельном ряду Вот этих Фордовско-джемовских Коробок Стоят Коробки 6 FT 40 5 6 FT 50 Более тяжелые Коробки На двигателе С объемом 3 литра То что можно было Унифицировать И взять Без Переработки Какой-либо Без Конструкторской Работы Коробок Более тяжелых Было взято Соответственно Мы с вами получили Маленькую Легкую коробку Да С запчастями Вот Более Серьезных Более ресурсных Моделей Что это означает Я думаю Каждый Автомобилист понимает Что это означает Повышенный ресурс Причем Существенно повышенный Ресурс Чего не ломалось Я думаю не только у меня Это Та самая коробка Автоматическая Которая может служить В буквальном смысле слова Сотни тысяч Километров Сотни тысяч И Регламент Обслуживание Данное Производителем 150 Тысяч Километров И Более Частое Обслуживание Это вопрос Дискуссионный Кто-то Считает Что нужно обслуживать Каждые Девяносто тысяч Кто-то шестьдесят И Кто-то из товарищей Писал Даже на наш сайт Что нужно обслуживать Через тридцать Сорок тысяч Километров Ну Нравится Можете Каждые десять тысяч Километров Обслуживать Коробку И менять в ней масло Но Уверю вас Ничего хорошего Из этого не будет Потому что Производитель Ценит Ценит Отношение К своим Изделиям Покупателям И он Плохого не посоветует Если Межрегламентный Ресурс Установлен Сто пятьдесят Сто пятьдесят Сто пятьдесят тысяч Километров Значит Он Примерно таким Ложен И быть Ну Можете В полтора Ну Хорошо в два раза Чаще Менять масло Но Если Вы будете менять его В пять Семь раз Чаще От этого Коробка Дольше Жить не станет Весьма вероятно Даже Так что Дорогие друзья Вопрос Ресурсу И Надежности Машины Он В немалой степени Конечно Зависит От Насколько Удачная 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 У вас Трансмиссия Вот На Шеволе Аве Оно Как мы с вами Разобрались Исключительно Удачная Именно Вот В этом Что мы с вами Сегодня Разобрали И состоит Уникальность Изюминка Автомата Альжеем Самого легкого 6А30 Вот Эти диски Что КФЗ Что Джем Корректор Мы разобрали Они Несравнимо Надежнее Любых Без исключения Ну По цене Что касается цены То вот эти вот Джем Корея Были куплены Диски По невероятно Ниской Цене Кому-то интересно Попытайтесь угадать Какую цену Были куплены Диски Джем Корея Цену на КФЗ Вы видели Тому Кто наиболее Точно Ответит По вопросу О цене Покупки Дисков Джем Корея Мы Подготовим Отдельный Приз До встречи На дорогах Удачи В ремонте В обслуживании Своих Автомобилей Пока